На фоне визита Путина в Поднебесную Пекину выдвинули ультиматум. Китай должен сделать выбор между российским диктатором и западным миром. Об этом заявил представитель госдепартамента США в интервью американским СМИ. Если Китай претендует на хорошее отношение с Европой и другими странами, он не может продолжать создавать самую большую угрозу европейской безопасности. Подчеркнул, что это позиция не только Вашингтона, но и Европейского Союза, НАТО и G7. Развязанная Москвой война против Украины лишь укрепила экономические и политические связи между Россией и Китаем. По сути, в условиях экстенционного давления Китай, наряду с еще несколькими южно-восточными государствами, стал экономическим спасательным кругом России. Конечно, торговля с Китаем очень помогла Россия, потому что это был дополнительный весомый источник финансовых поступлений. Но не только торговля с Китаем. Например, в Индию Россия продает нефти не меньше, чем в Китае, а иногда и больше. Китайская помощь заключается далеко не только в скупке нефти и газа. У России под давлением западных санкций начинаются проблемы на автомобильном рынке. Китай тут как тут. Когда российский автомобильный рынок оказался в крейсе, Китай фактически заменил различные западные компании. Не только американские, европейские, но и японские, южнокорейские. И сейчас на российском автомобильном рынке доминируют китайские автомобили. Еще серьезнее проблема – это продажа Пекином в Москве товаров двойного назначения. Начиная от компонентов для изготовления пороха и заканчивая дронами с гольфкарами, которые оккупанты активно используют на фронте. В ключевом вопросе войны в Украине официально Китай занимает нейтральную позицию. Но эта нейтральность очень условна, учитывая тот факт, что войну войной Пекин не называет. А ответственность за начало полномасштабных боевых действий перекладывает на плечи Запада и Вашингтона. Китай не является ни стороной, ни участником украинского кризиса. Мир должен разрядить обстановку и больше не подливать масло в огонь. Прокремлевская риторика Китая объясняется их натянутыми отношениями с США. В условиях этого геополитического противостояния войну в Украине Пекин рассматривает исключительно под углом противостояния с Вашингтоном. Китай сейчас воспринимает себя как один из центров влияния в современном мире, альтернативный Соединенным Штатам. Как Соединенные Штаты воспринимают Китай в качестве своего главного конкурента геополитического, точно так же и Китай воспринимает США как своего главного геополитического конкурента. Китай не будет поддерживать нас в этой войне, потому что наша победа в этой войне будет восприниматься Китаем как победа Соединенных Штатов. Несмотря на это противостояние, умноженное на попытки российской пропаганды выставить Поднебесную чуть ли не сторонником победы России, на деле позиция Китая куда запутаннее. Но Китай невыгодный и полный побед России в войне против Украины. Потому что тогда Россия будет претендовать на самостоятельную лидирующую роль, будет конкурентом уже Китаю. А Китай не хочет лишних конкурентов. Вот Китай хочет двухполярной структуры мира, где есть США и Китай. Идеальное окончание войны в понимании Пекина – это такая боевая ничья, результат которой не устроят обе воюющие стороны. Создаст опаснейший для всего мира прецедент – нарушение территориальной целостности и захвата чужих территорий. Но, что самое важное для Пекина – сохранить существующую архитектуру международной торговли. Субтитры создавал DimaTorzok